Всем привет, с вами Пашаразе, это будет рядового к полковнику на Радмир РП ГТА5. Я создал новый аккаунт и буду качаться от первого уровня и постараюсь до полковника. Так что всем приятного просмотра. Итак, вот я уже зашел на Радмир, ник у меня будет Павел Райнс. Внешность я уже всю типа настроил, все создать. Так вот, сразу берем начать квест. Вот, арендуем любой мопед, я возьму самый дорогой, типа пофиг вообще. Вот дальше берем получить лицензию на вождение. Так, я уже приехал к автошколе, так быстренько, 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 и я уже возле КПП. И так вот я уже приехал, типа я уже возле КПП, все что нужно, чтобы вступить в армию, это лысая стрижка, первый уровень и права на машину. Можете предоставить себе документы, пожалуйста? Да, передал документ человеку напротив. Взял документ и челкнул. Наход, Славил Райс. Хорошо. Снял лазик, надел на правую-левую руку, начал бы скачал к напротив. Прокопал вверх, и слойте у верхней части тела, нижнюю часть тела, ребра скончен, длинг, гайного найдено не было. Хорошо, вы подходите нам пока что, пройдемте. Пройдемте, стоянуйте, пожалуйста, спиной, Кладовоцкий. Жилетер Академия, займитесь человеком. Представьте, пожалуйста, сэр. Меня зовут Павел Райс, я приехал сюда, чтобы заработать денег, а увидел, что проходит набор в армию. Мне 23 года. Сколько он лет? 23. Хорошо. Повернись с камней спиной, пожалуйста. Что я делаю? Я не вижу. Хорошо, повернись с камней лицом. Начинаете отжиматься. Стоп. Хорошо. А что такое ТК? Ты красивый. Спасибо. Хорошо, вы воспринимаете. Дам. Хорошо, а что такое ТК? Тимкил. Гадбэ. Типа убийство с машины. Дам. Типа убийство без причины. Хорошо. Секунду. Дальше я просто в бараке сидел и ожидал, когда собеседование закончится. А когда уже закончилось, нас отвезли в казарму и там уже раздали контракты всем. Итак, я рядовой рекорд и чтобы повыситься мне на второй ранг, мне надо сдать воинскую присягу, краткий экскурс и памятку КПП. Чтобы сдать воинскую присягу, просто берем телефон, заходим в дискорд, там воинская присяга и читаем. И сдаем МАшнику. Итак, дальше надо сдать краткий экскурс и памятку КПП. Начинаем. Каких слов нет в нашей армии? Никак нет, так точно. Здравия желаю. Можно. С какого звания военнослужащему разрешено ездить на личном транспорте по форту Зинкуда? С уронд офицером первого класса. Хорошо. Что значит Энкод 1-1? Прибыл на Форд Зинкуда. 1-2. Покинул Форд Зинкуда. 1-3. Боец с вами в патруле или на посту теряет сознание. 3-3. Проникновение на базу. 3-4. Нужна поддержка. Хорошо. С какого звания можно показать в форту Зинкуда в увольнительное время? С сержанта. С какого порядкового звания разрешено брать военный транспорт? С третьего порядкового. Хорошо. Взять транспорт? 5-10. Оставить. 5-20. По отношению к военнослужащему старшему по званию вы должны обращаться к... На вы, на вы. Хорошо. С какого звания можете получить военный билет? С шестого ранга урон у орд офицер первого класса. Что будет предпринято, если военнослужащий разревает контракт, на который подписан менее трех дней? Он будет занесен в черный список. А у кого можно попросить раздавать контракт, чтобы не попасть в черный список? У генеральского состава. Хорошо. Можете остановиться. Поздравляю. Память к КПП вам еще нужно. Давайте. Что должен делать военнослужащий, стоящий на посту КПП? Предъявить патч, спросить цель визита, проверить документы и проверить досмотр транспорта. Хорошо. Сколько времени в обычное время дается на покидание территории? Одна минута. И выстрел в воздух. Кто может проезжать через КП-1? Генерал и его заместитель. Еще. Вице-губернатор, министр обороны. Патрули. Хорошо. Как должен вести себя военнослужащий? Вежливо, с уважением. Хорошо. Какого звания вы несете в постовую службу КПП? Средового. Хорошо. Патинкор, чтобы заступить на КПП. 2-1. Покинуть КПП. 2-2. Если кто-то из генеральского состава прибыл на ФЗ. 1-1. Покинул? 1-2. Хорошо. Как вы должны действовать при выезде, либо въезде военнослужащих? Попросить его выйти с автомобиля, сделать обыск. На нелегальные вещества. Хорошо. Созвание генерал-майор и вы уже имеете право обыскать военнослужащего? Нет. Только сотрудники МПМ. Когда вы пропустите ген-майора и вы уже обязаны ли вы доложить в радио? Да. Что вы должны делать, если на КПП военнослужащий женского пола отказалась от досмотра? Стоящий на КПП обязан вызвать по рации сотрудника женского пола, либо сотрудника АМП. Через какое время, если на связи не вышли ФИБР, либо ЛСПД, либо БКСД, мы должны сами отвезти сдержанного? 10 минут. Хорошо, все, можете остановиться, поздравляю. Так, все, я уже все сдал на второй ранг. Сейчас найду, где тут отправлять отчет. Вот, отчеты Академии. Переходим по этой ссылке. Итак, вот, вводим имя, фамилия, звание, рядовой рекрут, воинская присяга. Сейчас вот, залью все скриншоты на АПИКС и сюда все ссылочки повставляю. Еще советую создать вам отдельную папку на рабочем столе, чтобы там сохранять скриншоты для повышения. Потому что, если там будет в какой-то папке, и у вас там другие скриншоты, вы долго будете их перебирать. Так что, советую создать отдельную папку для скриншотов. Вот, я уже отчет заполнил. Вот, тут, где нет ответа, это еще вроде бы не надо сдавать. Так что, я отправляю. И все, и в 18.00 будет повышение. Он взял новые шевроны. Опять пожараюсь, блядь. Спасибо. Долбою. Итак, на третий ранг надо сдать воинский устав, строевой устав, правила обороны ФЗ, этический кодекс, процессуальный кодекс, тэн-коды и все вроде бы. Вы готовы сдать воинский устав, сэр? Давайте. Так, что такое воинский устав? Кружитесь вокруг меня, возьмите пусту. Воинский устав это нормативно-правовой акт. Типа, это самый главный правовой акт армии. Ну, я понял, типа, да. Какой минимальный срок службы, при котором, возможно, будет увольничать, не попав в черный список? Три дня. Да, хорошо. И где увольняться? У генерала. Хорошо. А при получении дисциплинарного выговора вы можете ездить, покидать Форд Занкуда? Нет. При звании Сержон? Нет, нельзя. Назовите увольнительную беременность. Блядь, не вставай, куда и дальше. С понедельника по пятницу с 23 по 10.00. Суббота и воскресенье с 23 по 11.00. Хорошо, Серж. Что должен делать военнослужащий при объявлении код 0? Обязан занять свою позицию, где будет ближе всего и просто не дать пройти преступникам на Форд Занкуду. Хорошо. На какое количество, на сколько вы можете взять увольнительный во время рабочего дня? На сколько времени можете взять увольнительный? На один час. Хорошо. Если приказ противоречит законодательству Штата, вы имеете право его выполнить? Нет. Хорошо. Кого военнослужащий обязан знать в лицо? Генеральский состав. Хорошо. Что обязан показать военнослужащий при обращении к другому военнослужащему? Патч. Да, Серж. Что военнослужащий обязан при себе иметь не только на службеное увольнительное время? Обморацию. Хорошо, Серж, я вас поздравляю. Можете останавливаться, вы знали в военский устав. Так, что такое 10-0? Отмена, отбой. Отмена. Так, что такое 1-10-4? Принято. Что такое 10-30? Ну, это типа дорожное и транспортное происшествие. Понял, я вас понял. Типа, что такое 10-50? Трафик, стоп. Хорошо. Что такое 10-50? Виктор. Погоня, типа. Хорошо. Ну, что такое 10-50? Информация об автомобиле, типа. Хорошо. Что такое 1-1? Эй, так, значит. Бляд, не устанавливаемся. Прибыл на 4-10-куда. Хорошо, что такое 1-2? Покинул 4-10-куда. Это для в*** или для кого-то, я понимаю. Думайте, дальше. Так, все, я думаю, тин-код я сдал. Там очень легенько. Давайте, что такое 3-2? Ну, 3-2 это очень легко, типа. Состояние критическое. На 9-1-1-1. Что такое 1-2? Як-як, 9-2 для вызова МП. Это типа МП, типа. А куда его вызвать? На КПП. Что такое 9-1-1-4? Ну, это для вызова МП на склад. Хорошо, поздравляю, вы с данным. Готовы сдать процессуальный кодекс? Да, все. Что такое процессуальный кодекс? Ну, это нормативный право, как? Хорошо. Что такое презумпция невиновности? Обвиняемый считает невиновным, пока не будет доказанного его вина. Может ли обвинительный председатель основы не предплываться? Являешься ли он уникой добрый? Нет. Показания потерпящихся ли основы? Нет. Последовательность задержания. Гордан Шикулличан. Надеть наручники, там зачитать правила Миранды. Первичный обыск. Последовательность задержания госсу служатку. Ну, говорю, типа, надеть наручники, там, ну, надеть наручники, зачитать правила Миранды, типа. Там, ну, много, типа, там, ну, у меня уже старо отсадили, я все знаю. Вы имеете право заварить ебало, все, что вы сказали, можете будет исправить. Вы... А если прошло 20 минут с момента задержания, и человек до сих пор нет кафе, за что происходит? Ну, его отпускают. Хорошо. Я вас поздравляю, вы сдали процессуальный кодекс. Вы готовы сдать этический кодекс? Да, сэр. Что такое этический кодекс? Это нормативно-правовой акт. Он, типа, типа, там, для граждан, для государственных структур? Кто обязан подчиняться этому кодексу? Все города, не штата? Главная цель кодекса. Типа, чтобы был порядок? В интересах кого действует, в первую очередь, каждый работник. В интересах государства и общества. А что главные моральные преступления... Главные моральные преступления являются? Без развлечений. Отвечает ли руководство за благоприятные условия работы? Да. Как должны выглядеть жители штата? Жители штата должны выглядеть... Опрятно. Хорошо. Обязан ли жители штата отказываться действовать сотрудников государственных организаций штата? Да, обязан. Можен ли использовать нормативный лексус к обществу вместе? Строго запрещается. Хорошо, ебать. Могат ли нарушение этического кодекса лишить гражданство? Типа, ну, да. А, разрешено ли обычным гражданским людям наносить маски? Запрещено. Можно ли в рабочее время наносить или пляжную одежду? Ммм, запрещено. Можно ли для скрытия своей личности человека, служащему в секретных позаживаниях, не надевать маску в виде животных? Нельзя. В случае рецидива нарушения связаны с их физическим кодексом, что будет с сотрудником? Угульнение и часть. Поздравляю, вы сдали этический кодекс. Так как, короче, уже сдал все экзамены на третий ранг, сейчас я вам вот отправляю уже отчет. Все, короче, заполнил отчет, отправляем, и там уже потом будет строй на повышение. Вот как называется утро начинает? В деревне. Солнышко встает. Служу Соединенным Штатом Америки. Продолжение следует. Продолжение следует.